Сегодня первый день весны, 1 марта. Ровно 100 лет назад, 1 марта 1918 года, Самарский гор-исполком постановил обложить местных капиталистов налогом на общую сумму в 10 миллионов рублей. А губ-исполком утвердил документ под названием «Практические мероприятия в связи со священной войной». В нем говорилось о формировании армии на добровольных началах из сторонников советской власти, об организации вербовочных пунктов в уездах, о конфискации частных капиталов и тому подобном. Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны и День ноль дискриминации, а в нашей стране празднуют День эксперта-криминалиста МВД и День хостинг-провайдера. Кроме того, в первый день календарной весны в России отмечают День кошек. Поздравления с Днем рождения сегодня принимают руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области Дмитрий Геннадьевич Бажуткин и депутат Самарской губернской думы Александр Васильевич Колычев. Также в первый мартовский день были рождены великий итальянский живописец эпохи возрождения Сандро Боттичелли, немецкий поп-певец, композитор, экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс, любимая многими российской актрису театра и кино Ирина Купченко и прочие знаменитости. Примечательно, что в первый день весны народный календарь чествует Ярилу. Он был не только богом солнца у древних славян, но и богом плодородия. Поэтому беременные женщины в этот день старались погреться на солнышке и набраться сил для вынашивания ребенка. Поскольку в древности на Ярилу отмечали Новый год, сложилась традиция не работать в этот день и сохранялась она вплоть до 19 века. Таким был в истории первый день марта. Прекрасного настроения вам и успехов во всех начинаниях!